Привет! Сегодня хочу поделиться удачным рецептом сочных котлет из курицы. Такие котлеты получаются с особенно нежной текстурой внутри, а секрет приготовления совсем прост. Смотрите сами. Еще покажу, как я готовлю быструю подливу к котлетам. Итак, приступаем. Для начала перекрутим куриное филе. Я покупаю тушку курицы, обрезаю филе сокорочков и вырезаю куриную грудку. Перекручиваю на мясорубке. Куриного фарша потребуется 700 грамм. С фаршем сразу перекрутим лук 2-3 штуки, в зависимости от размера лука. Берем кабачок. Убираем семена, если кабачок уже не молодой, очищаем от кожуры. Кстати, в кабачке есть секрет таких сочных котлет. Натрем на крупной терке 350 грамм очищенного кабачка. Кабачки нужно хорошо отжать. Можно руками или можно воспользоваться марлей. Если кабачки не отжать, они дадут много жидкости и фарш получится жидким. Разбиваем одно яйцо. Добавляем половину чайной ложки соли, 3 столовые ложки манной крупы, черный перец по вкусу. Все хорошенько перемешиваем, фарш готов. Из получившегося фарша формируем котлеты. У меня получается из данного количества фарша 15 котлет, весом по 70 грамм. Теперь берем сковороду, наливаем растительное масло. У меня сковорода фирмы Таллер. Диаметр моей сковороды 26 см. Дно у нее утолщенное 4,5 мм. Двухслойное антипригарное покрытие. Специальная фактурная обработка поверхности усиливает антипригарное покрытие и продлевает срок службы сковороды. Кладем котлеты и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета на большом огне. Теперь котлеты нужно довести до готовности. Берем противень, подходящий у меня фирмы Таллер. Кладем котлеты. Распределяем котлеты, закрываем фольгой, ставим в разогретую духовку. И готовим при температуре 200 градусов 30 минут. За это время приготовим быстрый соус для котлет. Берем глубокую сковороду. Мне удобнее делать воки. Кладем муку, 1,5 столовые ложки. Постоянно помешивая на среднем огне, жарим муку до светло-коричневого оттенка и приятного аромата. Главное не пережечь. Теперь вливаем 3 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. Сюда же добавляем 1 столовую ложку томатной пасты. Перемешиваем и вливаем 500 мл холодной воды тонкой струйкой или лучше бульон. Обязательно интенсивно перемешиваем венчиком, чтобы подлива получилась без комочков. Теперь добавляем 1 столовую ложку сметаны. Перемешиваем. Добавляем половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу и добавляем лавровый лист. Провариваем 1-2 минуты с момента закипания. Пробуем на соль, если нужно добавляем. Снимаем с огня и дадим подливе настояться. На гарнир у меня сегодня отварная фермишель. Хочу вам напомнить, что официальный интернет-магазин посудотайлер.ру специально предоставляет скидку для моих подписчиков 15% по промокоду Наталья. Ссылка на магазин и все подробности смотрите в описании под видео. Котлеты получаются сочные и очень вкусные. А такая быстрая подлива подойдет не только к котлетам, но и сосискам, например. Готовьте, пробуйте и присылайте ваши фотосчеты мне в инстаграме. Ваши отзывы самые лучшие награды для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!